Движений на этом пятачке кисловачане точно ждали давно. В последние годы здание напротив горадминистрации сильно требовало внимания. Сам по себе кинотеатр России 70-го года постройки, но последние 10 с лишним лет здание не использовали. Оно ветшало, стояло без присмотра и, соответственно, благоустроенности центру курорта не добавляло. Экспертиза постановила, что проще и дешевле его снести и построить на этом месте новый культурный центр. И хотят его превразить в настоящее современное общественное пространство. Здесь будет большой концертный зал, несколько кинозалов, лофт-пространство, библиотека, залы для конференций. И все это должно стать новой точкой притяжения для гостей и жителей города. Напоминать фасад нового центра будет советские авангардные кинотеатры. Но вмещать будет сильно больше, до 1200 человек в концертном зале. Сейчас мы продумываем вопросы остановок, стоянок, вопросы функциональности, возможности здесь проводить мероприятия российского уровня, обучение обязательно, чтобы в Кисловодске появилось место притяжения, в котором можно провести саммит, например, в страну Брикс и Шостом или там, не знаю, там, выездной за страну ООН. Ну, хочется такое, чтобы на Кавминводы мы построили маршрут. Уже есть опора, где учим всю Россию. Мы хотим, чтобы вся Россия могла собраться и решать какие-то политические, экономические вопросы у нас на Кавказских минеральных водах. На строительство федеральный центр выделил около 4 миллиардов рублей в рамках программы развития СКФО. Проект прошел все необходимые экспертизы. Мы сейчас в течение этого года начинаем подготовительные работы. Будем сносить старое здание, которое, к сожалению, не может быть восстановлено. Сдать новый центр России обещают в 2025 году. А следить за стройкой будут Никита Шужков и Юрий Корниенко. Ставропольское телевидение.